Господи, Господи, опять спускаться за лекарством. Надежда Милованова совсем недавно вернулась из больницы. Врачи определили у нее прединсультное состояние и назначили лекарственные препараты и лечение. Однако ни первого, ни второго пенсионерка получить не может. Мне нужны препараты для лечения, но я не могу спуститься с девятого этажа, потому что потом мне нужно еще подняться, а поднять я уже, я никак не смогу я подняться, потому что у меня сразу открываются головные боли. Пару дней назад Надежда Федоровна самостоятельно решила спуститься за лекарственными препаратами, однако вернуться в свою квартиру стало непосильной задачей. По словам Надежды Федоровны, проблема с лифтом продолжается уже 4 месяца. Вроде бы кнопка вызова горит, а сам лифт не работает. И что самое интересное, по словам женщины, плату за использование этого самого лифта продолжает взымать жильцов. Как оказалось, лифт не работает не только в подъезде Надежды Миловановой, но и во всем доме, в котором, к слову, живут в основном пенсионеры. Бабушки и дедушки возмущены тем, что выйти на улицу и насладиться теплой осенью они не могут. Та же проблема и у молодых мам, которые просто не в состоянии поднять коляску обратно в квартиру. Управляющие компании звонили, они направляют туда Инвест Плюс, они направляют еще куда-то, вот я уже по трем инстанциям звонила, и так и не нашла конкур. Они говорят, смотрите, в подъезде там должен быть телефон, и телефона нет. Управляющие компании нам объяснили, что перед началом эксплуатации лифта его должны проверить сотрудники Ростехнадзора. Такие правила вступили в этом году. На сегодняшний день подряд на организации работы завершены. Ведется подготовка и разрешение документации. Завтра планируется выход представителей Ростехнадзора. По словам работников управляющей компании, если завтра сотрудники Ростехнадзора примут лифт, то его запустят уже в следующий понедельник. Артем Логвинов, Андрей Гобсадаров, телеканал «Эфир».